Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами на катамаране Гейлфорс и будем готовить гаспачо. У нас есть буквально 10-15 минут до момента, когда вернутся наши друзья. Мы должны их встретить холодным, вкусненьким гаспачо. Начинаем! Что у меня для этого? У меня есть чеснок, у меня есть красный лук, сельдерей обязательно. Нет сельдерея, нет гаспачо. Конечно же, ароматный базилин. Все это мы будем добавлять именно так, как хочу я. Очень много рецептов по приготовлению гаспачо, и каждый считает его самым правильным. Я вам сейчас все расскажу, покажу, вы сами все увидите. В общем, смотрите. Итак, при приготовлении гаспачо вам потребуется 3 дольки чеснока, красный лук, сельдерей, листья базилика, болгарский перец, винный уксус, оливковое масло, томаты, перец черный, соль и кешью. Режем чеснок, ой, упало. Не перебарщивайте с чесночком. Когда порежешь, все сделаешь, и, боже мой, невозможно есть, это очень остро, очень... Чеснок, он очень ароматный, перебивает остальной вкус. Я ограничилась тремя небольшими зубчиками и половинкой лука, красного лука. Я не знаю, кто-то готовит с обычным луком, но вот я предпочитаю делать с красным, как делают итальянцы. Блин, гаспачо испанское блюдо, итальянцы... Как делают итальянцы гаспачо, да. Так же, как испанцы делают пиццу, а не делают гаспачо, да. В общем, я порезала половинку красного лука. Все это опускаем в блендер. Далее, конечно же, базилик, листочки базилика. Это отрывает, свежий, ароматный. Я вообще очень люблю базилик и добавляю его, по возможности, вообще везде. Итак, мы туда положили базилик. Берем сельдерей. Безумно полезный. Пока мы здесь шинкуют для гаспачо, давайте послушаем, чем же он так полезен. Способствует вообще, способствует. Умерите лишних людей на съемочных площадках. Сельдерей содержит большое количество витаминов, белка, кислот и минералов. Восстанавливает кровообращение, приводит в норму давление. Все части сельдерея являются полезными и питательными. Так, мы пошинковали сельдерей, его не обязательно мелко резать. В принципе, в блендере он перемолится прекрасно. Далее, болгарский перец. Болгарский перец одной штучки, я думаю, вполне будет достаточно. Нам осталось добавить лайм. И теперь мы добавляем томатную пасту. Я не стала покупать помидоры, ошпаривать их, убирать кожурку. В Таиланде, честно признаюсь, мне не очень нравятся местные помидоры. И я предпочитаю купить готовую, не томатную пасту, а так называемую пульку. Двух бутылок будет достаточно. Ой, по-моему, перебор. Ну, давай. И в конце я добавляю немножко винного уксуса, немножко перца черного, немножко орешковый кешью и оливковое масло. Так. Где эти тишина? Я записываю. Все. Осталось болтать. В завершении осталось попробовать, что же у нас получилось. Кто-то звонит, просится на гаспачу. Все, нам пора отходить, мы возвращаемся на Пхукет. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok